Девушки отдыхают Смотрите новости телекомпании «Новый век» в студии Чинчика Шпакол. Сегодня выпуски. Педагоги Тувы встретились с министром образования России Ольгой Васильевой. Фестиваль военных духовых оркестров впервые прошел в Туве. В Кызыле произошел второй крупный пожар в ночном клубе. А теперь об этих и других событиях более подробно. Начнем выпуск с шокирующей новости. В полицию Кызыла поступило сообщение о том, что в республиканскую больницу номер один столицы доставлены 30-летняя жительница города Кызыла и ее 8-месячный сын с обширными термическими ожогами. По версии следствия, в тот день 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры облил бензином и поджег свою супругу и 8-месячного сына. Как выяснилось, подозреваемый был ранее 6 раз судим. По уголовному делу в настоящее время проводятся необходимые следственные процессуальные действия, направленные на восстановление полной картины произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Санкция статьи, которая накриминирована обвиняемому, предусматривает наказание в ходе пожизненного лишения свободы. В настоящее время мать и ребенок находятся в реанимации, врачи борются за их жизни. Мужчина уже задержан правоохранителями. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь двух человек, в том числе ребенка. Стоит отметить, что следственную группу возглавляет заместитель руководителя Республиканского следственного управления СКР. Расследование продолжается. Другим темам. 1 сентября ТУВ по приглашению главы региона посетили министр образования и науки России Ольга Васильева и полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Рабочий график гостей был насыщенным. Туда вошли многие пункты, связанные не только с Днем Знаний. Во второй половине дня в Доме правительства ТУВ состояла встреча с педагогическим составом. Подробнее расскажет Диана Баенбогус. На встрече с педагогами ТУВИ министр образования России Ольга Васильева затронула вопрос обеспечения регионов учебниками и рассказала, что фонд учебных материалов составляет 130 миллионов экземпляров. В этом году фонд пополнился еще на 30 миллионов УМК. Ваша республика обеспечена полностью 100%. Большое спасибо за это. Здесь проблем с учебниками нет. И поэтому, когда мы имеем очень яркий, положительный пример, по работе с линейками перемененных учебников по истории, то, естественно, стало путь дальше. Знаете, что сейчас у нас в федеральном перечне учебников 1376 учебников. Это фантастически может. И поэтому следующая работа, которую сейчас идёт, это тоже вручение президента в лесовое министерство, это предложить новые подходы к экспертизе учебников. Отметила федеральный министр и уровень обучения школы села Эрбек Кызылского района, которую посетила в этот же день. Глава ТУВИ Шалбанкарола знакомил с условиями обучения в сельских школах. Что я имею в виду? Да, школа 51-го года, да, туалет на улице. Но всё очень достойно и очень достойно, очень большим самоуважаемым людям. Если люди, педагоги себя уважают, уважают место, где они работают, школу, уважают детей, то результат будет. И я не с гордостью сказать, что из пяти пустынков, закончивших в этом году 11 класс, все пятеро поступили в высшее учебное заведение. Это, конечно, большая-большая победа. И я поздравляю всех, кто работает в этой школе, и вообще все образование ТУВИ, потому что это действительно успех. В ходе встречи Ольга Васильева акцентировала внимание педагогов на активное участие детей в Олимпиадах как регионального, так и федерального уровней. Также отметила, что необходимо готовить новые стандарты по предметам. То есть разногласия школьных программ влияют на образовательный процесс, если, к примеру, ребёнок переводится в другую школу. Только в углубленном изучении предметов каждый учитель может использовать нестандартные подходы обучения, говорит министр образования России. Каждый ребёнок в нашей стране имеет право на доступное и качественное образование, и в это базовое образование должно быть доступным и качественным для всех базовых. В 2016 году в школу ТУВИ трудостроили 176 педагогов-мужчин. Ольга Васильева выразила уверенность, что впредь эта тенденция будет расширяться. Кроме того, отмечается, что в России около 3,5 тысяч школ нуждаются в капитальном ремонте. Поэтому в первую очередь займутся теми, кто остро нуждается в этом. То, что сегодня есть трудности во всех регионах Российской Федерации, и в Республике Тарула тоже, они во многом здесь объективны. Инфраструктурные проекты, железная дорога, транспортная доступность и всё остальное. Но Республика не стоит на месте, это самое главное. Вы сейчас ульгерировали. Глава ТУВИ Шалбанкарол добавил, что Министерство образования России инициирует разного рода программы поддержки регионов в плане разрешения проблем строительства и оснащения школ. Мне стало известно о том, что на 2018 год Ольга Юрьевна, Министерство образования России уже поддержало нашу заявку. И мы будем дальше строить школу. Вот это классно. А то, что сейчас буквально в 150 километрах отсюда строится сельская школа с интернатом, это тоже поддержка Министерства образования. Сергей Иванович меня поддерживает во всех наших устремлениях, в заявлениях, к которым мы обращаемся в исполнительные органы власти. А сейчас у нас есть возможность вот в таком мощном порядке обсуждать эти темы. Это здорово. Я только скажу спасибо. Спасибо за то, что доехали. Как поделилась Ольга Васильева, дети-абитуриенты очень хорошие и умные, но не говорящие. Через полтора-два года в школах страны будет введен такой предмет, как устная речь. Также увеличится количество целевых мест в СУЗах и ВУЗах. Это значит, что будет заключен трехсторонний договор с абитуриентом, ВУЗом и работодателем, что должно гарантировать социальную поддержку студента во время обучения. Что делает наш абитуриент, будущий студент? Он обязан, согласно договору, вернуться к месту своего предупреждения и отработать не менее первые предупреждения. Он не любит. Практика показывает, что послевики наши нуждаются в подготовке к церемону обучения студентов. Это уже очевидно совершенно. Вот вызовы расширяются в направлении. Могу сказать, что не все у нас успешно было. Уделяется большое внимание русскому языку. В Туве работают такие проекты, как «Успешный выпускник», «Межрегиональный проект «Мост дружбы» и «Федеральный ясдам ЕГЭ». Все программы нацелены на улучшение качества образования в регионе. Диана Баимбов-Узбюйон, Аюн, телекомпания «Новек». Ко дню исторической памяти и чести добровольцев Тувинской народной республики зародилась еще одна добрая традиция. На площади Победы прошел первый межрегиональный фестиваль военных духовых оркестров. Фестиваль собрал духовые оркестры 55-й отдельной мотострелковой бригады из Тувы, 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из Алтая и 39-й гвардейской ракетной дивизии Новосибирска. Все подробности далее. Фестиваль начался с краткой истории духового оркестра республики. Первыми в этой области в Туве был конный духовой оркестр Тувинской народно-революционной армии, созданный в 1929 году. После его традиции возродил духовой оркестр правительства Тувы, который в свою очередь и открыл фестиваль. Тувинский оркестр вместе с солисткой Софьей Караул выступили перед зрителями с произведениями «Полицейский участок», «Город» и «Хендергеин». В первом выступили гости из Алтайского края. Военный оркестр 35-й гордейской отдельной мотострелковой бригады создан в 1942 году. Коллектив оркестра является лауреатом смотра конкурса «Фанфар серебряные звуки» в городе Чите. Кроме того, это главный оркестр Парада Победы в родном городе Алиск. После выступил коллектив 39-й гвардейской ракетной дивизии. История новосибирского оркестра начинается с 1964 года. Коллектив сразу влился в культурную жизнь города. Музыканты в погонах ежегодно принимают участие в проведении Парада ко дню города. В Туве новосибирцы исполнили для зрителей вальс, военный марш и радость победы. Завершился фестиваль совместным номером. Четыре коллектива из разных городов Сибири под аплодисменты зрителей исполнили марш прощания славянки. Это был первый межрегиональный фестиваль военных духовых оркестров. Чинчи Самугаре схвал телекомпания «Новый век». В День знаний сотрудники наркоконтроля Тувы вручили почетную грамоту ученицы 8 класса первой школы Кызыла Айчиры Мады, занявшей первое место в конкурсе антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Ее работа стала лучшей в номинации за лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики. Проникшись идеей привлечения общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков, юная художница вложила душу в свою работу, на которой изобразила процветающую Туву и гостеприимную тувинскую семью. Веру маленькой девочки в светлое будущее республики высоко оценили члены жюри регионального этапа творческого конкурса. Так, ее яркая и самобытная работа была удостоена чести представлять Туву на заключительном этапе всероссийского конкурса. Конкурс проводился в трех номинациях на лучшую социальную рекламу антинаркотическую, на лучший видеоролик антинаркотической направленности и за лучший наглядный материал агитационный. Нас поразила глубина рисунка, изображена семья, на рисунке изображена семья, такая благополучная, счастливая, в руках с предметами, на фоне гор, на фоне юрты. Прямо вот рисунок изнутри светится, богатое такое духовное содержание, оно, в общем-то, нас задело. К новостям экономики. В январе-июне 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Тувы составили 12 671 рубль и увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Красноярск Стат. На 1 июля 2017 года средний размер назначенных месячных пенсий в республике Тува составил 12 287 рублей и увеличился по сравнению с 1 июля прошлого года на 2,4%. Величина прожиточного минимума одного жителя республики во втором квартале текущего года составила 9 845 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного населения 10 168 рублей в месяц. Пенсионеров 7 764 рубля в месяц, детей 10 347 рублей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года величина прожиточного минимума уменьшилась на 3,4%. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике на конец июня этого года составила 4 125 рублей в расчете на месяц на одного человека и с начала года увеличилась почти на 10%. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 6 копеек, а евро 69 рублей ровно. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь. Это новости на канале Новый Век. Мы продолжаем. Ранним утром 3 сентября в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Кызыле по улице Кичилула произошел пожар. На момент прибытия спецслужб открытым пламенем горела кровля двухэтажного здания ночного клуба. На тушение возгорания были направлены силы и средства всех трех пожарно-спасательных частей по охране столицы. Крупный пожар на крыше здания общей площадью 350 квадратных метров был ликвидирован. В момент возгорания на объекте людей не было. Пострадавших и погибших на пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются. Напомним, что это уже второй пожар в ночном клубе за несколько месяцев в Кызыле. Так, 5 июля сгорел ресторан «Горыныч». В случае с «Горынычем» деревянное здание сгорело полностью. Тогда площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Известно, что на момент возгорания ресторан также был закрыт, поэтому обошлось без пострадавших. К другим темам. 91 молодой специалист трудоустроен в медицинские учреждения ТУВЫ по решению коллеги Министерства здравоохранения Республики. Все они вернулись в родной регион после окончания учебы в интернатории и ординатории. После окончания медицинских вузов по специальностям лечебное дело и педиатрия, получив одобрение аккредитационной комиссии, трудоустроен 51 человек. 26 из них начали работать врачами-участковыми терапевтами. 25 – участковыми педиатрами. Для работы в центральных районных больницах и межрайонных медицинских центрах выехало около 40 специалистов. Выпускники медицинских учебных заведений также получили распределение в Республиканскую больницу номер 1, противотуберкулезный диспансер, принатальный центр, инфекционную больницу, Центр скорой медицинской помощи, Бюро медицинской экспертизы и Республиканскую детскую больницу. Далее эфир продолжит новости короткой строкой. С 8 по 10 сентября путешественник и член Русского географического общества Иван Ширяев из города Камыш на Волгоградской области планирует посетить Кызылу. Он путешествует в рамках географического проекта «От Кореи до Карелии» и собирается побывать в каждом из 1122 городов России. На сегодняшний день за плечами путешественника более 470 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Юга страны и Северного Кавказа. Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал, что на бортах авиакомпании «Россия» на специальных рейсах, на которых перевозят членов правительства и государственных делегаций, появилось новое блюдо – котлеты из щуки. Рыбу стали готовить после знаменитой рыбалки Владимира Путина на щуку в сибирских озерах, в том числе в Туве. И вот теперь на рейсе из Москвы в Сиамень на саммит «Прикс» бортпроводники вместо привычных всем курицей или рыбы стали предлагать пассажирам котлеты из щуки. Правда, журналист так и не смог выяснить, были ли это щуки пойманы лично президентом или же это просто дань моде. Самое большое количество обучающихся среди всех средних общеобразовательных школ России находится в Туве. Это подтвердила министр образования и науки страны Ольга Васильева. Так, за партой гимназии номер 5 города Кызылос сели 3140 учащихся, что на 1040 детей больше, чем в открывшейся 1 сентября на юго-востоке Москвы новой школе. Новосибирские ученые создали коктейли из бактериофагов, которые заменят антибиотики. Самое замечательное, что бактериофаг – это природный объект, который внутри и вокруг нас находится в миллиардных количествах, поэтому наша иммунная система не пытается от них избавиться. Было показано, что в случаях онкологических заболеваний даже способна мягко ее стимулировать. Исследователи уверены, что хорошие препараты на основе бактериофагов появятся в продаже уже в 2025 году. А вот будет ли готова к их применению клиническая медицина – пока вопрос. Недостаточная обеспеченность учебниками в школах некоторых российских регионов возникла из-за нехватки средств у местных бюджетов. Несовершенство системы закупки книг и роста числа учащихся в последние годы считают опрошенные ТАСС экспертов в сфере образования. Представители региональных властей опрошенные ТАСС рассказали, что решают проблему и надеются справиться с нехваткой учебников в ближайшие несколько лет. Сами же эксперты полагают, что нехватка бумажных пособий может быть восполнена их переходом на электронные носители. На протяжении нескольких лет в Кызыле ведет свою деятельность группа зоозащитников «Хатика». За все это время спасены десятки безомных собак и кошек. И все это благодаря неравнодушию волонтеров и пожертвований. Сегодня мы расскажем о самых любвеобильных существах в мире – кошках. Они выжили благодаря зоозащитникам, а дальнейшая их жизнь зависит от нас. Маленькая кошечка черно-белого окраса с такими же красивыми котятами попала к зоозащитникам буквально на днях. Все как под копирку. Коробку с животными оставили возле ветеринарной клиники. Истощенная мама-кошка едва двигалась, не говоря уж о котятах. У нее есть проблемы с губой, у нее там язвочка, сейчас мы ее лечим. Котят мы от нее пересадили, так как они уже большие, кушают они уже сами. Не все домашние питомцы привыкают к людям. Есть и те, которые, несмотря на свою любвеобильность, могут укусить или же поцарапать. Однако все это проходит со временем, в добрых и надежных руках. Эту кошечку зоозащитница Любя назвали переломышем. Ее нашли во дворе одной из многоэтажек города. У нее была перелома на лапа и нижняя челюсть. Первое время даже боялась подходить к людям. Долго привыкала, что ее на этот раз не предадут и не выкинут. Теперь это игривое существо, которое очень любит покататься на спине. Она у нас маленькая, активная кошечка. Воробьев и мышей она будет гонять, так как она уже все это показывает. Очень любит смотреть в окно. Она очень ласковая, любит сидеть на ручках, либо кататься на плечах. Но с ней надо быть немножко осторожным, потому что она может в самый неподходящий момент прыгнуть на спину. Мася очень любит играть. К человеку привыкала долго. Но зоозащитникам удалось победить ее боязнь. Сегодня от прежней худой и изможденной кошки не осталось и следа. У нас с марта где-то. Ждет добрые ручки. Я уже готова ехать к своим новым хозяевам. В подобных случаях очень помогают ветеринарные клиники, говорят зоозащитницы. На сегодня сотрудники клиник «Зооцентр» и «Зоосфера» спасли не одну жизнь. Но всего этого не было бы, если не самоотверженный труд самих неравнодушных к судьбам брошенных и обездоленных животных. Чинчи Самбуга, РС Хавалы, телекомпания «Новый век». А сейчас о погоде. В течение суток по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 23, плюс 25. Это все, о чем мы успели вам рассказать к этому часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин